Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня мы узнаем из первых рук новости данной сферы. У нас в гостях Андрей Коригоцкий, директор по технологиям компании «Коптер-экспресс». Он нам расскажет о том, что происходит в этой индустрии и ответит на ваши вопросы. Прежде чем передать ему слово, я немножко расскажу об организационных моментах, как мы с вами построим работу. Ну, конечно же, вопросы приветствуются. Пожалуйста, пишите их. У нас есть для этого специальная вкладочка «Вопросы». Вкладочка в чате, пишите туда. И в конце своего выступления Андрей ответит и прокомментирует. Если вдруг какие-то технические неполадки, то пишите нам в чат в общий, мы попробуем оперативно вам помочь. Запись вебинара, конечно же, будет. Она будет доступна на нашем сайте edunano.ru в разделе «Открытый лекторий». Там же вы сможете посмотреть записи всех прошедших мероприятий и увидеть анонсы будущих мероприятий. На этом у меня все. Я передаю слово нашему спикеру. Андрей, пожалуйста. Спасибо, Светлана. Всем привет. Меня зовут Андрей Перегоцкий. И сегодня мы поговорим о беспилотных летательных аппаратах, о том, каков этот рынок на сегодняшний день, о том, куда он движется и куда мы хотим, чтобы он двигался. Вообще беспилотники — это старая область, и в военной отрасли они применяются давно. Их можно разделить на два больших класса. Это аппараты с фиксированным крылом и аппараты без фиксированного крыла, такие как вертолеты и мультироторные аппараты. Последние годы быстро развивается область именно мультироторных аппаратов, поскольку достижения в области теории управления и электроники позволили создать миниатюрную электронику, которая может стабилизировать такую сложную систему. И сейчас почти весь рынок беспилотников занимают именно мультироторные аппараты, и о них в основном сегодня и пойдет речь. На сегодняшний момент гигант рынка гражданских беспилотников — это компания DJI, китайский производитель, который производит в основном квадрокоптеры для фото- и видеосъемки. Они занимают более 70% рынка, так что на рынке по применениям доминируют именно коптеры для фото- и видеосъемки, которые вы можете использовать как в частном порядке для того, чтобы снять какие-то красивые фото и видео, которые также используются и для того, чтобы решать индустриальные задачи, например, фотографировать землю и создавать ортофотопланы, 3D-модели для того, чтобы снимать ролики, даже фильмы. Потому что когда раньше нужно было поднимать вертолет, и это могли себе позволить только крупные компании, которые снимают фильмы, сейчас можно решать эти задачи с помощью коптеров, значительно менее затратные. Поэтому такая огромная перевешивающая часть рынка сейчас — это фото- и видеосъемка, при которой управление аппаратом производится непосредственно пилотом, человеком, который держит в руках пульт и пилотирует этот аппарат. Меньше, но также довольно распространено, когда аппарат летает с помощью GPS по точкам в какой-то программе и просто снимает, например, ту землю, которая находится под ним. Но это не единственное применение без пилотников. Также дроны активно используются в сельском хозяйстве, как для того, чтобы мониторить состояние полей, так и для того, чтобы вносить удобрения и другие химикаты, которые нужно внести, например, чтобы бороться с сорняками и насекомыми. Это тоже довольно большая сейчас область индустриального применения коптеров, которая актуальна и быстро развивается. Также значительно меньше — это область специальных применений, когда коптеры используются, например, для того, чтобы доставлять аптечки в случае какого-то несчастного случая, для того, чтобы как-то участвовать в тушении пожара, чаще как летающая камера, чем как аппарат, который непосредственно что-то тушит из-за того, что он может мало поднять. Но эта область сейчас тоже быстро развивается. В основном это все пилотируемые коптеры, которые управляются внешним пилотом, так же, как и коптеры в области охраны правопорядка. Полиции многих стран сейчас используют коптеры для того, чтобы следить за какими-то мероприятиями с воздуха. И также развивается новая область — это дроны для борьбы с другими дронами, которые могут ловить какие-то несанкционированно летающие аппараты. Тоже такая новая угроза, которая появилась недавно, и с которой сейчас активно борется тоже быстрорастущий рынок. Вот применение значительное, которое, в принципе, опирается на фото- и видеосъемку с последующей достаточно сложной обработкой — это построение карт и 3D-моделей. Это используется, например, кадастровыми органами для того, чтобы строить точные карты и планы. Это используется строительными компаниями для того, чтобы наблюдать за процессом строительства. Также значительно сейчас быстро развивающаяся часть рынка — это компании, которые организуют различные шоу дронов. Это выглядит всегда плюс-минус одинаково. Это коптер, который представляет собой летающую точку, летающий пиксель. Таких коптеров очень много. Начал это Intel. Вот это уже не первый рой Intel для шоу. Вот тут на картинке 2018 коптеров, которые в 2018 году обеспечили Intel место в книге рекордов Гиннеса. В принципе, сейчас ни одна и ни две компании занимаются масштабными шоу. В основном китайские компании. Intel также проводит разные шоу. Такой тоже новый интересный рынок. И то, с чего начинала наша компания «Коптер Экспресс» и то, чем мы до сих пор так или иначе занимаемся, это доставка и рынок коптеров для доставки. Это рынок, с одной стороны, очень интересный и манящий, потому что сам по себе рынок доставки малогабаритных грузов, он просто огромен. Это много миллиардов долларов. И коптеры, поскольку они не стоят в пробках, они могут доставлять груз за считанные десятки минут, максимум часы. Это, конечно, такое очевидное, интересное применение коптеров. Но здесь все компании, которые это начинали, сталкивались с определенными проблемами. И сейчас это не используется массово, но эта область тоже быстро растет. То есть, вот, например, это коптер DHL. И DHL пытается начать регулярную доставку с переменным успехом. Это наш коптер, который в 2014 году доставлял пиццу в Сыктывкаре. Была тоже такая история продолжительностью чуть меньше месяца. регулярной доставки, но с использованием внешнего пилота. То есть, коптером управлял человек, который видел то, что видит дрон, смотря на экран. Вот. Это, что касается различных применений. Теперь, чтобы понять, что можно вообще сделать в коптере, и как сделать так, чтобы он мог летать сам по себе без человека, давайте посмотрим, как он устроен. Вот это наш конструктор квадрокоптера Клевер. В принципе, все коптеры устроены более или менее одинаково. В них есть полетный контроллер. Это электронная схема, которая управляет полетом непосредственно. То есть, не подключаются датчики, из которых коптер узнает, где он сейчас расположен. И она вычисляет, какой нужно сигнал подать на моторы для того, чтобы коптер летел туда, куда ему нужно лететь. Регуляторы хода моторов, которые, собственно, управляют этими бесколлекторными двигателями. Двигатели. Аккумуляторная батарея, которая все питает. В принципе, это вот обязательные части, которые есть на каждом квадрокоптере. Ну и рама в том или ином виде. Помимо этого, сейчас часто устанавливается бортовой компьютер. Здесь, например, установлен Raspberry Pi. Компьютер, который позволяет коптеру уже принимать какие-то самостоятельные решения. Или использовать более сложный алгоритм для того, чтобы вычислять, где он. Или даже принимать какие-то решения относительно того, куда ему дальше лететь. Так, чтобы он мог летать без участия человека. И вот на этом коптере установлена смотрящая вниз камера. Камеры на коптере ставится много разных. И это зависит от того, как коптер будет применяться. В целом, вот те применения, о которых я говорил, они в основном по-хорошему требуют того, чтобы коптером управлял не человек, а все-таки компьютер. То есть, чтобы коптер мог летать без управления внешним пилотом непосредственно. Почему? Потому что одну доставку может сделать человек, но когда мы говорим о том, чтобы доставлять тысячи грузов в день, и в масштабах всего мира это много миллионов грузов, конечно, столько пилотов — это, во-первых, очень большие затраты, во-вторых, это вероятность ошибки, необходимость постоянной связи с очень низкой латентностью, что делает это практически нереальным в том, чтобы масштабно так доставлять. Когда мы говорим про коптеры, которые оснащены электроникой и которые достаточно надежны для того, чтобы выполнять доставку без участия человека или выполнять мониторинг без участия человека, это открывает совершенно новые рынки и новые возможности и позволяет действительно масштабировать использование летательных аппаратов и внедрять их в те сферы, в которых они реально могут принести пользу. Вот если говорить про то, как он устроен, то чуть подробнее про то, как коптер понимает, где он, это вот то, что быстро развивается последние годы, и то, что привело к развитию коптеров и к такому всплеску на этом рынке, который мы видим последние, там, скажем, пять лет, потому что пять-шесть лет назад коптеры — это была такая большая вещь или для очень серьезных ребят, например, для военных, или для тех, кто делает коптер для каких-то индустриальных применений, очень специфических, или для любителей, которые любили соревноваться в гонках дронов и так далее. Вот прошло всего несколько лет, и сейчас коптер — это уже реально потребительский продукт, который продается миллионами, который используется очень широко. Вот этому мы обязаны в том числе тому, что электроника стала очень миниатюрной, очень дешевой и достаточно эффективной для того, чтобы коптер мог летать, поскольку коптер с точки зрения теории управления — это неустойчивая система, то есть если самолетом мы можем просто перестать управлять, и он будет планировать дальше, это не проблема, то если мы перестанем управлять коптером, то он сразу упадет. Тут история даже хуже, чем с вертолетом, который может летать на авторотации и, в принципе, более или менее безопасно сесть, если у него двигатель отказан. Вот, поэтому современный коптер просто напичкан разной электроникой, и со всех сторон у него стоит куча разных датчиков, но вот если говорить об основных, то это EMU, инерциальная навигационная система, которая состоит из гироскопа и акселерометра. Гироскоп — это устройство, которое сигнализирует о том, как быстро коптер наклоняется, а акселерометр — это устройство, которое сигнализирует о том, с каким ускорением коптер движется. И, в принципе, вот этих двух устройств, которые возвращают такие данные, достаточно для того, чтобы, например, коптер мог стабилизироваться, и вы могли летать с помощью пульта, но с развитием добавляют все новые датчики, которые позволяют коптеру все лучше самому понимать, что ему делать. Например, с добавлением магнитометра коптер может долго выдерживать свой яв, то есть угол относительно вертикальной оси. И если мы добавим еще и GPS, то вместе с магнитометром коптер может понять, на каком он расстоянии, от какой-то точки, в которой ему нужно быть, понять, в какую сторону ему нужно лететь к этой точке и, собственно, к ней лететь. Это уже позволяет управлять коптером не просто с пульта, в плане лететь вправо, влево, вперед, назад, а построить какой-то маршрут на карте и с помощью GPS лететь в эту точку. Барометр используется для того, чтобы коптер мог вычислить свою высоту, изменение высоты, поскольку это тоже нужно для навигации и измеряя разницу давления на высоте, на которой коптер находится, на которой он был, коптер может понять, снизился он или, наоборот, летит вверх. Сейчас коптер оснащается все новыми датчиками, которые позволяют ему не просто, используя сигналы GPS, лететь в какую-то точку, но и лучше понимать, какая обстановка его окружает. Например, если мы хотим, чтобы наш аппарат работал не только на улице, но и в помещении, то нам нужно, чтобы коптер работал без сигнала GPS. При этом только с использованием инерциальной системы он не может долго летать, поскольку акселерометр быстро накапливает ошибку, и коптер не может отличить, движется ли он равномерно с какой-то скоростью или висит на месте. Поэтому потихоньку он начинает уплывать, пока во что-нибудь не врежется. Поэтому сейчас аппараты оснащаются часто визуальной системой навигации. Например, на этом аппарате установлена камера, которая направлена в пол, и тогда, если на пол нанести метки, которые может распознавать коптер, похожие на QR-коды, то коптер, бортовой компьютер, можно распознавать и, соответственно, вычислять положение квадрокоптера относительно этих меток. Таким образом, это работает как система GPS в помещении, но только гораздо более точная, чем GPS, позволяя ориентироваться с точностью до нескольких сантиметров и даже миллиметров. Помимо просто визуальной навигации, используют, во-первых, различные вычислительные методы, о которых я буду говорить и дальше, которые позволяют коптеру строить трехмерную карту тех предметов, которые вокруг него, то есть уже не требуют того, чтобы мы оборудовали помещение какими-то специальными метками, а распознавая то, что окружает коптер, мы можем построить карту этого помещения и вычлить свое положение относительно этой карты. Также коптеры оснащаются лидаром, например, который возвращает облако точек и показывает, что находится вокруг коптера, или другими устройствами для навигации, например, микроволновым радаром или иными. Помимо навигации, коптеру очень полезно знать, заряжен ли его аккумулятор и сколько еще он сможет пролетать, поэтому коптер оснащается и датчиками напряжения и силой тока, которая течет в его цепи. Вот. Должен оценить, как он ориентирован, то есть как он наклонен. Это первая задача, первоочередная, без которой коптер не может лететь, даже если вы управляете им с пульта. Ему, по крайней мере, нужно знать, с какой скоростью он вращается, для того, чтобы вы могли с помощью стиков пульта его стабилизировать. Это задача классическая estimation theory, теория управления, которая решается с использованием информации, которая получает с датчиков, установленных на полетном контроллере, гироскопа, акселероматный магнитометр. Когда вы знаете, как ориентирован ваш коптер, вы часто хотите узнать также, в какой точке пространства он расположен. Если вы летаете, просто управляя коптером с пульта, например, вы видите коптер, или вы видите изображение с коптера на пульте или на вашем телефоне, то вы можете летать и без этого. Но если вы хотите, чтобы коптер без вашего непосредственного управления решил какие-то задачи, то вам необходимо, чтобы коптер знал, где он находится. Эту задачу решать уже значительно сложнее, поскольку ее невозможно решить, используя только какие-то устройства, которые просто установлены на коптере. Нужно использовать устройства, которые могут взаимодействовать с окружающим миром, например, камеры или GPS, или система Motion Capture. Когда мы расставляем камеры в помещении и на коптер мы устанавливаем метки, отражающие свет, и эти камеры трекают, где у нас коптер находится и передают ему на борт эту информацию. Или можно использовать маркеры, как мы используем в наших системах. Такое решение этой задачи неполное. Это технологии, которые могут распознавать препятствия и уклоняться от них. То есть, когда вы летаете с помощью вашего, например, нового DJI Phantom, то вы не сможете в режиме по умолчанию врезаться в стену или в дерево с густой листвой, поскольку на борту установлен специальный микропроцессор производства компании MyVideos, который использует изображение с двух камер, синтезирует карту глубин для коптера. То есть, как человек, используя два глаза, может оценивать расстояние до объектов, так и коптер с помощью специального микропроцессора может оценивать расстояние до препятствий и в случае, если он видит препятствия в непосредственной близости, может резко оттормозиться, остановиться, уклониться. И отдельная задача — это определение высоты, поскольку, например, если мы используем барометр, то он дает нам абсолютную высоту, в принципе, относительно уровня моря, что обычно очень желательно, но при этом он не очень точен и он зависит от атмосферного давления. У нас была история, когда мы долго снимали высотное здание, летая вокруг него, и когда мы обрабатывали фотографии, то оказалось, что последние снимки, они были сделаны, по мнению коптера, с высоты минус 30 метров, то есть как будто бы коптер был под землей, поскольку пришел атмосферный фронт и резко изменилось давление. Это тоже нужно учитывать, когда мы говорим про какие-то автономные полеты. Можно использовать лидар, но, во-первых, лидары, которые работают дальше нескольких метров, они достаточно дорого стоят. Во-вторых, лидар — это все-таки не высота относительно уровня моря, а высота относительно посылающей поверхности, то есть, например, если ваш аппарат летит в комнате, и он летал над полом, и вот он пролетает над столом, то высота резко снижается. Часто это нежелательно, потому что коптер будет пытаться сохранить высоту и полетит вверх. И можно получать высоту и непосредственно с GPS, если вы летаете на улице, но это очень не точно, то есть в несколько раз менее точно, чем даже получение координат, а координаты по обычному GPS — это приблизительно, может быть, плюс-минус 5-10 метров, в зависимости от того, как долго вы летаете, насколько хороший приемник, насколько хороший сигнал. Поэтому, когда вы собрали с помощью бортового оборудования информацию с датчиков, вам нужно как-то понять, какую вам нужно отправить сигнал на мотор, для того, чтобы коптер летел туда, куда вам нужно. Это то, что изучает теорию автоматического управления. Если есть студенты, может быть, кто-то из вас даже это проходит, или хотите писать диплом на эту тему. И это то, что реально активно используется в разработке ПО для коптеров. То есть все последние достижения, control theory, сейчас применяются на коптерах. Ну, задача в целом выглядит так, что у нас есть какое-то состояние коптера, которое мы вычислили, используя бортовое оборудование, и есть какое-то состояние, в котором мы хотим, чтобы был коптер. Например, чтобы его положение как-то зависело от времени. То есть мы нарисовали какую-то траекторию. Соответственно, задача — это привести коптер в то положение, в котором мы хотим его видеть. И если говорить о том, как сделать так, чтобы коптер летал без участия человека, который управляет им с пульта автономно, то тут возникает еще много новых задач, которые не приходится решать, когда у нас есть человек с пультом. То есть, во-первых, мы должны, используя бортовое оборудование или какое-то облако, что тоже как вариант может использоваться, понимать гораздо лучше, где мы находимся и что мы хотим делать. То есть, если перед коптером стоит задача, например, полететь регулярно какой-то маршрут и потом сесть и подзарядиться — это одно. Если перед коптером, например, задача патрулировать территорию и в случае, если он увидит какой-то теплый объект, например, нарушитель с помощью тепловизора, остановиться, подлететь к нему и рассмотреть ближе — это другое и требует другого уровня автономности. И опять же, если мы говорим о задачах в помещении, где летать гораздо сложнее, потому что повсюду куча объектов, в которые можно врезаться, то это требует еще большего уровня понимания коптерам окружающей обстановки. То есть использование еще более мощных учрежденных устройств на борту и использование еще более сложных алгоритмов для того, чтобы определять, где коптер есть и куда ему лететь. И помимо ПО, нужно также и железо, которое обладает иным уровнем надежности по сравнению с пилотированным коптером, потому что, в принципе, во-первых, умелый пилот, пилотирующий гексокоптер или октокоптер может посадить коптер, даже если там откажет одна из винтомоторных групп. Если у нас коптер полностью автономный, то нам нужно как-то очень аккуратно это все дело обрабатывать в нашем ПО. И, во-вторых, если у нас, например, есть необходимость иногда калибровать коптер, с этим сталкивались, я уверен, все, у кого есть квадрокоптеры, даже современные, такие очень няшные и юзер-френдли, DJI, Phantom, Mavic и так далее, иногда просят вас откалибровать магнитометр, то есть взять коптер в руки и покрутить его для того, чтобы электроника на борту вычислила максимум и минимум магнитных полей, которые есть вокруг коптера. Вот это то, что не сможет сделать автономный дрон, поскольку там нет человека, который может его покрутить. Соответственно, здесь мы должны тоже как-то это решать на уровне ПО и на уровне железа, которое мы используем для того, чтобы коптер мог работать автономно, не требовало какого-то участия человека. Вот поэтому для этого обычно, если мы говорим про какие-то более-менее автономные полеты, добавляется бортовой компьютер. Мы в этом конструкторе используем Raspberry Pi 4. В принципе, иногда используем и более мощные бортовые компьютеры, например, такие, как компьютеры NVIDIA Jetson, которые могут вычислять с помощью своих QD-ядер значительно более производительно, когда дело касается обработки видео, когда мы, например, вставим несколько камер и хотим делать какой-то SLAM. Вот SLAM — это когда мы, используя камеры на борту, строим карту помещения вокруг коптера и одновременно определяем положение коптера по этой карте. Эта задача сложная, поскольку у нас нет абсолютно точной карты и у нас нет абсолютно точного положения, а одно без другого бесполезно. То есть мы должны эту задачу решать одновременно. Это такое тоже классическое большое направление исследований, которое сейчас проводится с коптерами. Если вы, например, интересуетесь компьютерным зрением, machine learning и так далее, то это тема интересная для научной работы. Также, если говорить про те научные исследования, которые в итоге находят свое применение в коммерческих коптерах, то это и новая механика, коптеры, которые по-новому устроены, не просто квадрокоптер, а вот, например, разные варианты, которые представлены на этом изображении. Это и три коптера, значительно более маневренные, но требующие серву, и разные безопасные коптеры вроде коптера в шаре и коптеры, которые могут и ездить, и летать. Все это пока научные исследования больше и какие-то прототипы, но в целом это востребовано рынком, в частности, конвертопланы, то есть коптер с крылом, который может взлетать вертикально и затем использовать подъемную силу крыла, когда он куда-то летит. Это очень перспективно для доставки, поскольку позволяет преодолевать значительно большие расстояния, не требуя новых источников питания, таких как топливные элементы, поскольку на литий-полимерных аккумуляторах, которые обычно используются, коптер не может преодолеть расстояние больше нескольких десятков километров. Вот различные модели аппаратов с крыльями. То есть крыло — это такой бесплатный источник подъемной силы, но при этом оно большое, его нужно еще поднять в воздух и его нужно посадить, так, чтобы оно не сломалось и так далее. Поэтому это то, что широко не используется, потому что полно и других проблем, когда мы говорим про мультироторный аппарат. Вот в будущем, безусловно, это будет использоваться. Вот машинное обучение также используется, то есть те микросхемы, MyVideos, про которые я говорил, которые позволяют современным DJI никуда не врезаться, обнаруживать препятствия. Это такие прямо state-of-the-art исследования в области машинного зрения, очень эффективные алгоритмы, которые работают за сотой и долей секунды. Также machine learning, deep learning используются в различных областях, связанных с коптерами. То есть в первую очередь это навигация, то есть понять, где коптер есть, куда ему нужно лететь. Также они используются, например, в сельском хозяйстве для того, чтобы распознавать, что у нас за объекты есть и, соответственно, корректировать поведение коптера. Например, если ему нужно летать над какими-то растениями и опылять их, а над другими не нужно летать, то такие вот проблемы тоже решают с помощью машинного обучения. И также используются, например, коптерами, которые должны взаимодействовать с другими дронами. То есть это и система антидрон, и просто коптеры, которые хотят мирно расходиться с другими коптерами, которые они встречают по дороге, тоже полезно распознавать другие коптеры. Вот если говорить про какой-то пример, то просто как пример интересной научной работы для тех, кто работает в какой-то схожей области и, например, думает над темой диплома, по machine learning или все это такое. Вот тут ребята, этой статье уже, может быть, года два, ребята моделируют случайные схемы, то есть используя компьютерный движок Unity, они моделируют случайные комнаты, случайные помещения. И затем они обучают модель, используя методы машинного обучения, чтобы она не врезалась в стены, а пролетала без столкновений по этой карте. И так, научив модель на тысячах полностью искусственно сгенерированных помещений, они получили модель, которая, будучи развернутая на реальном коптере, позволяет коптеру успешно летать внутри помещения, никуда не врезаясь. Интересна такая работа на стыке беспилотных аппаратов и машинного обучения. И таких работ сейчас очень много. Вот это результат работы их нейронной сети, которые показывают, в каком направлении летать опасно, к коптеру в каком направлении. Вот, в целом, если вы думаете о научной карьере, то сейчас это очень горячая область, очень много исследований, число исследований быстро растет. И это как раз способ, если вы изучаете теорию автоматического управления или машинное зрение, или вы используете машинное обучение, способ на такой хайповой и горячей теме влезть в хороший робототехнический журнал, поскольку просто это красиво, это интересно, такие статьи всем нравятся, поэтому это перспективно для того, чтобы заниматься какой-то научной работой. Ну вот это распределение работ последних лет по тематикам. То есть в основном это контроль, то есть управление полетом, и железо, то есть разные новые схемы расположения двигателя, новый кардвейер, конвертофланы и так далее. Также это высокоуровневое управление, то есть когда коптер сам решает такую задачу ему делать, и локализация, то есть когда коптер пытается понять, в каком окружении он находится. Вот это основные области, которые сейчас занимаются. Вот. Если говорить про ту штуку, которую я держу в руках, то это наша разработка компании Коптер Экспресс, конструкция туда коптера Клевер. Мы, когда начали заниматься автономными полетами, столкнулись с тем, что очень много задач, которые нужно решить. То есть если вы хотите просто сделать какой-нибудь небольшой ресерч в области управления полетом, то для того, чтобы просто начать его делать, вам нужно знать очень много всего и про железо коптера, и про тонкости его контроля, управления, работы с электроникой, для того, чтобы просто собрать какой-то коптер, который может лететь, и для того, чтобы научить его как-то летать автоматически, то есть без вашего участия. Это то, на что у нас ушли месяцы просто, чтобы сделать прототип, который мог бы это нормально делать. И у нас достаточно большой коллектив, и в целом это такая вот проблема отрасли, и в целом все робототехники, что порог входа достаточно высокий. То есть вам нужно знать много всего про ПО, так, то есть это Linux, это, например, ROS, Robot Operating System Framework, который мы используем, и который много лабораторий используют для того, чтобы делать каких-то роботов. И вам также нужно разбираться в железе, и в конструировании, в инжиниринге, и в электронике, для того, чтобы вы могли просто собрать что-то работающее, починить его, когда оно не будет работать, и доработать его так, чтобы оно подходило для решения ваших задач. Вот в последние годы появляются платформы, в том числе мы развиваем такую платформу Clever, для того, чтобы вы могли достаточно легко собрать автономный дрон, то есть собрать дрон, установить бортовой компьютер, и дальше, используя буквально несколько строк на Python или хоть в Bash-консоли, вы могли сказать коптеру, например, взлети и зависни в помещении на высоте метр. Вот это задача, которую в целом очень трудно решить с нуля, поскольку вам нужно решить кучу разных задач и в области инжиниринга, и в области ПО. То есть вам нужно, чтобы коптер как-то ориентировался в помещении, вам нужно, чтобы коптер как-то исполнял вашу команду, и вам нужно, чтобы все это взаимодействовало на борту. Это достаточно сложно, если вы начинаете с нуля. Вот, поэтому мы предлагаем такую платформу, которая позволяет вам легко начать это делать. Она полностью открытая, то есть открытый исходный код, открытый хардвейр старых версий. Вы можете просто зайти на наш сайт, почитать доки, посмотреть, как это делать, посмотреть видео на нашем YouTube-канале и собрать автономный коптер. Например, если вы делаете какой-то прототип, или если вам просто интересно поиграться с такой автономной системой, если вы занимаетесь в IT, IT, например, и хотите попробовать делать какой-то коптер, который может делать какие-то осмысленные вещи, а не просто выполнять те команды очень низкоуровневые, которые вы подаете ему с пульта. Вот, мы поставляем этот конструктор для тех, кто хочет купить конструктор в разобранном виде. Мы в основном продаем его образовательным учреждениям для того, чтобы учить детей, школьников, студентов колледжей, студентов вузов. И мы продали уже много тысяч таких конструкторов, и много тысяч ребят программируют автономный полет с их помощью. Вот, поэтому у нас такое уже достаточно большое сообщество сформировалось, которое и может помочь вам как-то решить те проблемы, которые возникают, и могут предложить свои решения каких-то практических задач. Вот, поэтому в целом, если вы хотите, думаете, например, об автономном квадрокоптере, или вы думаете создать какой-то стартап, который фокусируется именно на том, чтобы дроны сами решали определенные практические задачи, то вот, добро пожаловать, можете пользоваться нашей платформой и создавать автономные коптеры. Вот. А в целом еще пару слов просто про проблемы, которые возникают, когда мы пытаемся сделать коптер, работающий без участия человека. С одной стороны, это очень заманчиво, то есть прямо точно больше тысячи компаний в мире сейчас пробовали или пробуют создать какой-то продукт или услугу на базе беспилотника, который летает сам по себе без участия человека. И очень мало из них предлагают уже какой-то продукт, который есть на рынке. Это связано с тем, что когда мы переходим от управления с пульта к автономному управлению полетом, мы должны обеспечить совершенно другой уровень надежности всех систем. И это просто очень кропотливая и долгая работа. То есть если у вас есть какая-то задача, которую можно решить без коптера, то лучше обычно решить ее без коптера. Это вот так говоря откровенно. Но есть действительно такие области, в которых очевидно, что коптеры будут использоваться, и очевидно, что это будет довольно скоро. То есть в первую очередь это мониторинг, когда есть коптер, который, например, по какому-то заданному маршруту облетает определенный объект. Это просто замена охранника. Это может быть замена человека, который делает обходы. Потому что обходы – это вообще такая супер бесполезная вещь, что если человек там не нужен, нужно просто, чтобы пролетела камера и простримила куда-то это видео, или даже более того распознала то, что она видит. Когда мы говорим, например, про облеты разных производственных объектов, на которых нужно детектить проблемы, например, там утечки газа, и так далее. Или мы говорим про протяженные линии, например, про магистрали газовой, нефтяные линии электропередач, когда нам нужно очень-очень много километров пролететь и просто убедиться, что все в порядке, что там забор не порушили, или что нет утечки из трубы и так далее. И если говорить про мониторинг, то это также мониторинг строительства, когда мы хотим, например, чтобы коптер взлетал каждый час или каждый день из своей зарядной станции, пролетал по определенному маршруту, и затем по фотографиям, которые он получает, строилась 3D-модель здания, которая в процессе строительства. Потом эта 3D-модель может быть связана с моделью здания в BIM, информационной системе, которую использует компания, и, соответственно, компания может очень точно отслеживать прогресс своего строительства. Вот. Ну и доставка, да, очевидная, такая очень интересная область, в которой многие пытаются залезть, и в которой сейчас первые регулярные успехи появляются из-за того, что технологии просто становятся достаточно зрелыми для того, чтобы их можно было использовать массово, без участия человека. Да, это то, где, по-моему, очевидно, что у коптеров большое будущее, поскольку рынок доставки маленьких посылок, он исключительно велик. И здесь как бы нету каких-то фундаментальных препятствий, которые бы не давали коптерам решать эти проблемы. Это просто технические проблемы, это законодательные проблемы, и которые, в принципе, решаются так или иначе, причем достаточно быстро, и поэтому я уверен, что рынок доставки коптерами будет очень большой, там уже, скажем, через 10 лет, а может быть и через 5. Вот. Есть также и много маленьких рынков, которые не такие очевидные, и которые могут быть интересны людям, желающим создать свой стартап или какой-то проект на базе коптера. Ну, например, из таких идей, которые, в принципе, уже не новы, коптеры для мытья окон, да, коптеры для всяких маленьких шоу, коптеры для покраски разных зданий на высоте, и, в общем, для проведения любых работ, где нужно быть на большой высоте, где человека доставить трудно, где ему быть опасно и дорого, и когда не нужно доставлять при этом очень большой груз. То есть часто нам нужно доставить там всего несколько сот грамм или 1-2 килограмма на какую-то большую высоту, и раньше, вот, например, да, если это была видеокамера, то раньше для этого поднимали огромный вертолет, который стоит очень дорого, и ест очень много топлива, и требует очень квалифицированного пилота. Сейчас это квадрокоптер. И вот таких рынков их очень много, просто видеосъемка – это то, что первым пошло, поскольку, опера, это действительно очень большой рынок, во-вторых, там очень хорошо вписывается концепция, что человек управляет с пульта, потому что, в любом случае, нужен оператор, да, хотя вот идея коптера, который снимает какие-то видео автоматически, как-то проектируя оптимальный маршрут, она тоже интересна. Вот, поэтому таких идей, в принципе, очень много, и сейчас технологии дозревают до того, чтобы их можно было использовать, то есть уже появляются вот, да, платформы, которые позволяют делать прототипы легко, и это все движется в сторону того, что скоро будут и делать продакшн, такие системы тоже не очень сложно и не очень дорого, и поэтому, по-моему, это очень перспективно с точки зрения вот такого технологического предпринимательства. Вот, на этом у меня все. Спасибо. Давайте посмотрим, какие на сеть вопросы. Так, вопросы есть, я по порядку. Никита спрашивает, помогут ли сети 5G для синхронизации работы дронов. В принципе, 5G для коптеров — это интересно, и мы работаем в этом направлении, и много кто работает в этом направлении, поскольку это действительно связь с низкой латентностью, и это и локализация, то есть на самом деле 5G позволяет точнее, чем GPS, в случае, если 5G станции установлены достаточно часто, точнее, чем GPS восстанавливает местоположение. Вот, поэтому в целом это интересно, да, но сколько до этого времени и как скоро в России будет хорошее покрытие и так далее, конечно, это не очевидно. Если говорить про другие страны, то да, возможно, в скором будущем это будет такое интересное направление. Наши пункты идеальны — это такая локальная шутка, поскольку мы используем навигацию по рукомаркерам как средство для навигации наших коптеров, и многие ребята, которые сейчас делают разные системы на коптерах, используют этот метод по умолчанию, типа если это автономная навигация, то это рукомаркер. Поэтому это была такая шутка, поскольку в России почти все, кто занимается сейчас автономными полетами использует наш конструктор и наше решение. Как можно применять дроны в образовательных целях? В целом, смотрите, тут два направления больших. Либо мы учим коптеры, учим людей, как создавать коптеры, как проектировать коптеры, как программировать коптеры. То есть в целом для того, чтобы они потом пошли и начали делать коптеры. Да, это интересное направление и перспективное, поскольку, в принципе, это робототехника, которая очень мало отличается от self-driving cars, то есть от самоедящих машин, машин без водителя. И это очень сейчас такой рынок интересный, с точки зрения того, чтобы устроиться туда работать, с большими зарплатами и так далее. Поэтому мы даем такую востребованную специальность. В общем, это робототехника. Узко — это беспилотные летательные аппараты и автономные беспилотные летательные аппараты. Второе направление — это когда мы с помощью коптеров учим ребят каким-то общеобразовательным дисциплинам. И самое первое, что здесь приходит на ум, это программирование и вообще IT, в том числе немного администрирования и так далее. Потому что программировать — это не очень интересно, не очень весело, когда речь о том, что школьники просто сидят и на Дельфе пишут какие-то программы по учебнику, которые не делают ничего для них интересного. Совсем другое дело, когда они приходят в школу себе или в кванториум, или еще куда-то, и перед ними коптер, который будет лететь и делать что-то осмысленное, если они верно напишут программу, которая может, например, распознавать лица и там здороваться с людьми, проводить экскурсии, которая может поймать объект, который ему бросили. Это вот прямо такая комплексная задача, которая требует распознать объект и требует вычислить, в каком положении коптеру нужно будет для того, чтобы его поймать. То есть это позволяет, используя очень такой интересный и для ребят привлекательный способ, учить их просто программированию, учить, если речь про ВУЗы, теорию автоматического управления, машинному зрению, если речь про школы, то немного физики, немного, может быть, технологиям, если речь про то, чтобы ребята делали сами какие-то новые рамы или какие-то устройства, например, захват для необычного груза. Поэтому в целом основной образовательный эффект мы видим в том, что это просто позволяет привлекать интерес и очень эффективно учить ребят программирование. Вот вопрос, значит, энергообеспечения. Сегодня я не хотел рассматривать, потому что вебинар короткий, а это такой отдельный большой вопрос, который, по-моему, менее интересный, чем IT и автономное управление полетом. В целом, да, это тоже большая область исследований. И да, сейчас аккумулятор коптера – это такое слабое звено, которое не позволяет ему, например, лететь далеко. При этом все-таки это, по-моему, не основное, что ограничивает промышленное применение этих аппаратов, потому что в целом есть очень много ниш, которые не требуют от коптера лететь много километров или лететь часами, вот, о котором нужен просто аппарат, недолго выполняющий какую-то задачу, который может затем или подзарядиться, или заменить аккумуляторы. Основные проблемы все-таки технологические связаны с обеспечением автономной работы. Но, да, это очень важно, и, конечно, какой-то прорыв в области аккумуляторов или топливных элементов, который бы сделал доступные и не опасные, не тяжелые такой источник энергии, который значительно больше обладал бы емкостью, чем привычный аккумулятор литий-полимерный, это серьезно бы изменило расстановку сил в отрасли и серьезно бы способствовало тому, чтобы аппараты больше применялись. Вот, относительно БПЛА с ДВС, на двигателях внутреннего сгорания, это как бы так экстремальный вариант того, что мы можем сделать, когда речь про то, чтобы увеличить запас хода и то, чтобы дать ему какой-то источник питания, который может работать очень долго. Это связано с большим количеством очень разных возникающих проблем, начинающих от того, что в первую очередь, что это довольно все-таки массивная, тяжелая вещь, которая сильно вибрирует обычно, ну такая специфическая, и интегрировать ее в коптер — это не элементарная задача. То есть, опять же, есть очень много стартапов, которые делают какие-то бензиновые дроны, но реальная проблема все-таки не в источнике энергии, вот на мой взгляд, на сегодняшний день, когда мы говорим про коммерческое применение. То есть рынок, который сейчас именно требует ДВС на борту, он очень маленький. И если мы ставим ДВС, то, в принципе, мультироторная схема, она выглядит как-то не так привлекательно, потому что, ну, когда логично использовать вертолет, да, который легко приводится одним двигателем или одной турбиной, и это используется, есть такие беспилотные вертолеты, которые работают на бензиновом двигателе, они тоже продаются, просто это как бы не такой большой рынок. Да, конечно, вопрос вот про то, синхронизируем ли мы работу с дорожной картой Аэронет, Аэроспейснет, национально-технологические инициативы. Естественно, мы в Аэронет с самого начала, и мы участвовали в разработке этих дорожных карт, а не просто синхронизировали с ними свою работу. Поэтому, да, конечно, это, в принципе, то, чем мы занимаемся. Так, на сайте нет ценника. Вот на этот вопрос я, к сожалению, не могу ответить. Наверное, если вы напишите мне или на сайт, то вам точно все пришлют. Вот, точных цен я, к сожалению, сейчас даже и не помню. Вот, вопрос, есть ли скидки для университетов. Ну, это зависит от объема и все такое. В целом у нас нет каких-то скидок для образовательных организаций, потому что у нас, по большому счету, никто, кроме образовательных организаций, и не приобретает эти комплекты. Они все-таки образовательные. Вот, ну, пишите. Тренды по средствам определения владельца БПЛА в России и мире. Вот, значит, последних трендов я не скажу. Да, это вопрос, который активно обсуждается, который такой довольно горячий, поскольку всем понятно, что если мы хотим глобально внедрять решения, которые требуют того, чтобы летали тысячи дронов, то проблема их взаимодействия и проблема идентификации, она важна. Ну, вот сейчас это решается. Конкретно по тем технологиям, которые используются, я не подскажу. Вот. Цена конкретно на этот коптер, вот, честно, я не помню точные цифры. Вот, ну, это там меньше тысячи долларов, вот, ну, старые тысячи долларов, да, в пятницу. Вот, мое мнение относительно дальнейшего развития чисто автономных БВС. Ну, вот, как я говорил, я не верю в то, что будут летать миллионы коптеров, которыми будут управлять с пульта. По-моему, это просто абсолютно нереально. То есть, так не будет. А вот коптеры и большое число коптеров, которые управляются автономно, я не вижу барьеров, значительных препятствий, которые бы не позволили нам это сделать. И обычно сейчас, с нынешним темпом развития технологии, если нету вот каких-то очень очевидных барьеров, то обычно довольно быстро технология доходит для того, чтобы она могла использоваться. То есть, здесь с автономными беспилотниками, по-моему, уже довольно очевидно, что это все будет использоваться, причем довольно скоро. И используется масштабно, потому что это и есть фишка автономности в том, что нам не нужно учить человека. Если у нас есть система, которая работает, и она индустриальная, готова к промышленному применению, то мы просто можем изготовить миллион таких аппаратов, и они работают. То есть, это то, над чем мы работаем, это то, над чем работают компании по всему миру, и это вот и есть основная идея, то, почему, по-моему, именно за автономными дронами будущее. Вопрос насчет супермаховика как источника энергии. Может ли супермаховик поднять себя в воздух? Ну, я уверен, что с помощью маховика можно взлететь, да, то есть это очевидно, хотя бы потому, что все, наверное, знают такие старые игрушки, такой вертолетик, из которого вы дергиваете веревку, и он улетает наверх, такие очень простые. То есть очевидно, что если просто сделать что-то, что крутится и приводит винт, то оно будет лететь, вопрос в том, насколько хватит этой энергии, и насколько этот маховик будет эффективнее по соотношению энергии к массе по сравнению с литиполимерным аккумулятором, и тут почти наверняка ответ, что он будет гораздо менее эффективным. То есть просто нет причин его использовать. Вот в целом, если как-то супермаховики — это ваша тема, и вы хотите сделать что-то с огромным массивным быстро вращающимся маховиком, то, наверное, можно попробовать это сделать. Вопрос про материалы, из которых сделан коптер, и в любых ли погодных условиях они летают. У нас мы производим коптеры, которые летают в Арктике, в частности, то есть которые используются для того, чтобы на льдины с ледоколом нужно было доставить буй, который будет отслеживать местоположение этой льдины. Это аппараты, которые мы делаем, конечно, на заказ специально для суровых условий эксплуатации, но никаких принципиальных проблем тут нет. То есть основной конструкционный материал, который сейчас используется всеми, это углепластик, карбон, и поэтому он, тут нет проблемы с низкими температурами, из-за того, что это композиционный материал, он не трескается легко практически при любых температурах, поэтому такой проблемы нет. Что касается электроники и аккумулятора, вот это вот чуть больший вопрос, потому что если аккумулятор охладить, то он уже работать не будет, пока он не согреется, поэтому температуру аккумулятора нужно поддерживать плюсовой. И также электроника, особенно датчики, которые стоят на борту, они тоже не все могут работать при отрезательных температурах, часто они работают только превыше нуля, но это легко решается обогревом. А когда коптер летает, то он уже сам себя нагревает, потому что КПД аккумулятора не 100%, и часть энергии расходуется в любом случае в виде тепла, то есть аккумулятор греется и согревает весь комп. Вот, ну тут вопросы в целом закончились. Если, пожалуйста, за вебинар, спасибо вам. Если есть еще какие-то вопросы, то можете их задать, может быть, кто-то стеснялся. Вот, в целом, по-моему, это очень такая интересная перспективная область, потому что она сочетает в себя достижения очень разных областей, начиная от железа, вот прямо инжиниринга, того, что там изучают в МГТУ и других таких традиционных вузах, и заканчивая очень современными технологиями обработки и IT, то есть machine learning, computer vision, вот все, что изучают, наоборот, ребята, которые интересуются там data science и схожими очень абстрактно информационными направлениями, которые, казалось бы, не имеют непосредственного отношения к беспилотникам. Вот беспилотники — это та область, которая сочетает в себе достижения вот с очень разных сторон, разных областей, которая требует специалистов в очень разных областях для того, чтобы создать какой-то цельный законченный продукт. Поэтому в какой-то области из этих вы не работали, по-моему, это интересная тема, например, для вашей дипломной работы или для вашего проекта какого-то коммерческого или для научной работы. Вот, еще несколько вопросов. Вопрос, как с трудоустройством в отрасли. Ну, если говорить про глобальный рынок труда, то все очень хорошо, прямо суперски. То есть self-driving car engineer — это одна из самых высокооплачиваемых профессий, специалистов в IT. То есть я помню исследование, оно было, ну, 2018 года, там вот медианная зарплата инженера, занимающаяся беспилотным транспортом, это где-то 240 тысяч долларов. И медианная зарплата просто программиста в Америке — это где-то 90 тысяч долларов. То есть это почти что втрое больше средняя зарплата. Это реально горящий рынок. В России этот рынок меньше. То есть просто очень мало компаний пока что, которые этим занимаются, но такие компании появляются, их становится все больше. Вот когда мы начинали этим заниматься больше, автономными беспилотниками, вообще практически никто не занимался, кроме военных. Сейчас это уже десятки разных стартапов, и эти стартапы, они получают гранты, они получают инвестиции, и они ищут людей. Поэтому я бы сказал, что сейчас это как раз рынок труда, который на подъеме и в России. Вот вопрос про БПЛА на твердотельном водороде. Ну да, это интересный источник энергии, основной минус которого — это его дороговизна, самого топливного элемента. В целом это интересный и перспективный, наверняка цены будут снижаться, и они уже снижаются. И да, это один из способов сделать источник энергии, который не требует какой-то очень большой и неудобной такой противной механической схемы, как двигатель внутреннего сгорания. То есть да, это довольно чисто, это довольно компактно, это там особо не вызывает вибрации и так далее. Поэтому да, топливный элемент — это перспективно. И водородные, как вы спрашиваете, и другие топливные элементы тоже. То есть тут вопрос только основной — это плотность. Сколько вы можете запасти пилоджоли в одном грамме, ну, при каких-то разумных объемах этой системы. И если такой элемент стоит не очень дорого, то это очень перспективно. Вот вопрос, как реализована защита от морского соляного тумана. Ну, я вот не инженер и не специалист по железу, но в целом эта же смола, которая используется при производстве углеткани, это эпоксидная смола. И она устойчива, в принципе, к внешней среде. И даже если ее поцарапать до волокна, то дальше следующие слои волокна, они опять проложены смолой, пропитаны смолой. Поэтому именно такие композиционные материалы, они отлично сопротивляются любым внешним условиям. Но это зависит от, конечно, того, насколько действительно суровое применение, если это прямо какое-то очень-очень такое опасное. И когда со всех сторон поптер там подвергается воздействию там песка или еще что-то, или он работает внутри пескоструженного аппарата или что-то такое, но это, конечно, требует просто решения этих инженерных задач. Это отдельные задачи разработки на заказ. Вот. И последний вопрос на сегодня. Это что я думаю про тяжелые пилотируемые аппараты. Ну, смотрите, тяжелые пилотируемые аппараты — это не новая отрасль, да? В принципе, и беспилотники — это не новая отрасль, но самолеты и вертолеты есть. Вы, наверное, имеете в виду мультироторные пилотируемые аппараты, которые сейчас тоже быстро развиваются, потому что сейчас просто появляются комплектующие, которые нужны для того, чтобы их создавать. И, как сказать, возможно, что это перспективно в том плане, что возможно, что это позволит создать аналог легкого вертолета, который значительно дешевле. То есть вертолет — это штука, которая есть, которая работает, которая отточена, которая безопасна. И в целом минус вертолета в том, что им довольно сложно управлять, так, и в том, что он просто дорог. Это основной минус. И вот оба этих недостатка, в принципе, могут быть решены с использованием мультироторных аппаратов, но полезность мультироторов по сравнению с классическими летательными аппаратами, когда мы говорим про большой аппарат, она просто не так очевидна, как когда мы говорим про маленькие аппараты. Поэтому с маленькими аппаратами просто нет альтернатив. Если мы говорим про доставку 100 граммов или 1 килограмма, то мультиротор или конвертоплан — это то, что очевидно будет использоваться, потому что это гораздо лучше, чем старые, например, самолеты, которые собирали на кружках авиамоделированные. Вот когда мы говорим про большие аппараты, то это просто не так очевидно, не так выражено преимуществом мультироторной схемы. То есть мультироторная схема обладает основным преимуществом, что она очень проста в плане механическом. То есть это просто двигатель с обычным пропеллером с фиксированным шагом. Это то, что позволяет создавать очень дешевые аппараты, если у нас есть достаточно сложная электроника для того, чтобы управлять этими моторами. Когда речь про большие аппараты, то вопрос, в принципе, сможем ли мы обеспечить нужный уровень надежности и безопасности, сохранив вот эту низкую цену. Или окажется, что когда эти аппараты будут сертифицироваться как взрослая большая авиация, что они будут, может быть, дешевле, но не сильно дешевле, чем там классический вертолет. Ну, это покажет время. В принципе, да, я думаю, что скорее всего мультироторные аппараты будут использоваться, но я не уверен, что они полностью вытеснят классические пилотируемые аппараты. Вот. Спасибо. Спасибо большое за внимание. Пишите, используйте нашу open-source платформу. Заходите в наш телеграм-канал, в котором много ребят, занимающимися автономными коптерами. Это такое самое большое в России сообщество ребят, которые занимаются автономным полетом. Пожалуйста. Вот. Всего хорошего. До встречи. Андрею, спасибо за такой интересный вебинар. Тема действительно актуальна и имеет большой потенциал. Это видно по той живой дискуссии, которая у нас развернулась в конце. К сожалению, во времени мы ограничены, поэтому вынуждены прервать это общение. Спасибо вам за такие вопросы. Как уже сказал Андрей, пишите. Было много вопросов по ценам, каким-то вариантам сотрудничества. Вот контакты есть, вы их видите, и можно будет связаться с компанией. Я с вами на сегодня прощаюсь, но уже в ближайшее время...